Так, да, значит, я родом из России, из Нижнего Новгорода, учился там, а сейчас живу в Штатах и делаю PhD. Самое начало, первый год. В данный момент я нахожусь в Кремниевой долине и делаю Summer Internship компании Intel. Там есть такая исследовательская лаба, и мы работаем над всякими разными проектами Vision и Vorel. И вот конкретно я взялся за проект создать крутого бота для игры Doom, который бы соперничал с людьми. По крайней мере, такая идея. И давайте попробую про это рассказать. Значит, я на 100% не уверен, насколько аудитория знакома, поэтому пару слов скажу о том, что такое VizDoom, как ресерч-платформа вообще. И потом также расскажу совсем немного про свой проект, потому что он все еще в начальной стадии. Давайте посмотрим, что получится. Значит, ну, смотрите, вроде работает скриншаринг. Да, работает нормально. Значит, VizDoom – это обертка над игрой Doom, над движком Doom, и, как Сергей уже упоминал сегодня, он офигенно быстрый, что очень здорово для reinforcement learning research'а. Все наши алгоритмы super sample inefficient. Не нужно GPU, чтобы рендерить, поэтому можно сэмплить на CPU-кластерах, на куче ядер, и это довольно дешево. Можно даже на одной машине сэмплить что-то типа 50 тысяч FPS, запускать сотни-сотни копий игры на одной машине, взаимодействие через Python API, что очень удобно. И что мне очень нравится в этом инвариументе – с ним также, по сути, также легко работать с точки зрения software engineering, как с чем-нибудь вроде Atari, но при этом какой-то complexity и интересность задач вырастает на порядок, как мне кажется, по сравнению с тем, что делают сейчас 90% людей в этой области. То есть Atari, Mujoka, мне кажется, нам нужно как-то потихоньку, как филду, двигаться в сторону более сложных задач, таких, как VisDoom, Saga Centric Observations, SpoemDP и так далее. По тому, как это все реализовано, это на самом деле достаточно интересно. То есть есть верхний уровень, который включает питоновский API, с которым вы будете взаимодействовать через какой-нибудь джим в раппер, скорее всего. Сам этот API реализован на основе C++ API, который на самом деле ничего не делает. Все, что делает C++ на API, это создает копию игры в отдельном процессе и гоняет экшены и обсервейшены туда-обратно через какие-то очереди, по-моему, реализованные на бусте осио, на C++. И, да, сама копия игры работает в отдельном процессе, с этим связаны всякие приколы, когда она там бывает, не закрывается. Но зато такая гибкая архитектура. Так, окей. И что еще интересного можно сказать? Достаточно много всяких фич реализовано. Значит, делали эту платформу поляки из университета в Познане, если мне не изменяет память. И там есть много всего интересного для ресерча, кроме, собственно, картинок, как в любой другой среде. Можно также запросить всякие депсы, сегментейшн мэпс и еще несколько лейеров всяких разных обсервейшн. Есть синхронный и асинхронный мод. Синхронный – это когда игра ждет каждого экшена от агента или от юзера. И асинхронный – это когда она работает на нормальной скорости. Если вы там не нажали никакую кнопку за время фрейма, то ничего не произойдет. Это удобно для эвалиэйшна и каких-то там мультиплееров. Все бесплатно, вообще абсолютно, включая контент, что здорово. Ну, да, еще есть программируемые сценарии. Они не такие гибкие, как в каком-нибудь DM Lab на языке Lua. Здесь довольно лимитированный язык, который называется ACS, но довольно много чего можно делать динамически все равно в сценариях. Да, и на это лето я взял себе такой проект, попробую сделать сильного бота для дума и попробую объяснить, почему это интересная задача, почему мне так кажется. Одно из важных частей мотивации, как мне кажется, было то, что Doom – это игра за дизайн для людей. Такой же аргумент приводили для Atari, что это не какая-то специальная среда, сделанная специально для демонстрации алгоритмов, а это была игра, созданная для людей, и это делает ее в некотором смысле дополнительно challenging, что отличает выгодно от таких вещей, как DeepMind Lab, Capture the Flag, последняя статья про Quake, которую они опубликовали, которая, очевидно, была как-то handcrafted для того, чтобы ARL-агентам там было удобнее. То есть тут все вытекающие последствия, игра никак не приспособлена для ARL. Еще интересно, что эта игра до сих пор популярна сегодня, есть живое комьюнити, и люди до сих пор играют и соревнуются, проводятся какие-то турниры, а это значит, что есть возможность набрать каких-то игроков и побенчмаркать агентов, что довольно интересно. Также Doom, как мне кажется, является довольно сложной средой. Многие люди уже пробовали сделать сильных ботов, и есть мнение, что они по-прежнему довольно сильно уступают людям, то есть они довольно примитивные, очень реактив, не имеют памяти, я на этом подробнее остановлюсь. И также важная деталь, что компании, как DeepMind, они не будут заниматься конкретно этой средой, у них свои проекты. Мне бы, может быть, интереснее было взяться за какой-нибудь Quake 3, потому что он более современный, и все его знают, но мы и так знаем, что DeepMind уже работает над чем-то таким, поэтому было бы сложно с ними конкурировать, а Doom до сих пор принадлежит нам, принадлежит ресерчерам. И я сейчас покажу отрывок геймплея с какого-то чемпионата по игре Doom, чтобы немного попитчить еще дальше и показать, почему же на самом деле это такая глубокая задача, и показать, что мы достаточно далеки от решения. Значит, мультиплеерный геймплей в этой игре, он может быть как бы двух видов, когда задействовано много игроков, это называют Free for All, Deathmatch. Там обычно геймплей не является каким-то стратегическим, ты берешь самое мощное оружие, до которого можешь дотянуться, и стреляешь налево-направо, пытаясь набить как можно больше фрагов. Он такой очень-очень скоростной, и как раз хорошо подходит для агентов, которые есть сейчас. И такие реактив. И есть также режим один на один, который как раз является основным в каких-то соревнованиях между людьми. И если вы когда-нибудь смотрели матчи по Doom или по третьему клейку, вы знаете, что он намного более стратегический, там идет какая-то борьба за ресурсы, попытки обмануть оппонента, оказаться в неожиданном месте. Очень важны такие вещи, как предсказания, где твой оппонент, пытаться там подловить его на каком-то действии. И так далее. И мне кажется, именно здесь текущий RL не сможет хорошо себя показать, что делает эту задачу дополнительно интересной. Так вот, не знаю, видно будет или нет. Да, хорошо видно. Вот этот отрывок из какого-то матча, с конференции Близкон. Вот, и можете видеть, практически 99% времени игроки не вступают в непосредственную схватку друг с другом, идет какая-то позиционная борьба на карте. Каждый из оппонентов пытается оказаться в более выгодной ситуации. Очень важно понимать, где твой оппонент, какими ресурсами он владеет, и в зависимости от этого принимать решение. Мне кажется, что нужно сделать достаточно какое-то серьезное изменение в текущих RL-подходах, чтобы агенты могли на таких длинных временных промежутках действовать, принимать решение эффективно. Да, пытаюсь попичить, почему это интересная задача. Я думаю, понятно. Так, какие конкретно челленджи есть? Как уже упоминалось, это по MDP, поэтому очень важно обладать какой-то памятью, желательно over long horizons. Сейчас лучшие агенты, которые есть, они чисто реактив, либо используют какую-то очень кратковременную память. Часто, когда смотришь футаж с игры этих агентов, можно видеть, что оппонент оказывается за пределами экрана на долю секунды, и агент тут же о нем забывает, идет дальше по своим делам, что для человека очень неестественно. Человек бы обернулся и продолжил преследовать оппонента или что-то такое. Еще один челлендж — это exploration, поскольку карты для игры, на которых играют люди, они большие. Если просто поместить туда двух ботов и истравить их, то с большой вероятностью они друг друга вообще не найдут на этой карте. То есть нужны какие-то юристики, чтобы находить оппонента, чтобы исследовать карту, даже в отсутствии, возможно, какой-то награды, reward shaping. Также дополнительно в этой игре достаточно большой action space, и каждую из кнопок можно нажимать индивидуально, то есть у какой-то хорошей полиси будет много-много action heads. Одна для straffing, другая для прицеливания и стрельбы, третья для выбора оружия и так далее, и так далее. И если просто запустить random exploration, то боты не учат практически ничего, потому что дефолтное random policy будет постоянно менять выбранное оружие, и поскольку анимация занимает около 20 фреймов, бот постоянно находится в процессе переключения оружия и не может даже попробовать выстрелить. То есть нужно какой-то exploration даже в action space. И после того, как я пообщался с игроками, которые активно участвуют в competitive играх, оказалось, что есть еще дополнительные измерения у этой игры, что игроки очень активно используют звук. Когда играешь против человека-оппонента, часто можно услышать, что он собрал определенное оружие или определенный айтем на карте, все эти события имеют уникальный звук, поэтому послушая аудиопоток можно понять какую-то информацию о том, где твой оппонент и так далее. Я считаю, что это пока достаточно далеко от уровня текущего reinforcement learning на таком уровне reasoning делать, но, опять же, показывает некую глубину этой задачи и какой-то потенциал для будущих исследований здесь. Как ни странно, generalization не является здесь большим челленджем, потому что зачастую именно люди играют на одних и тех же картах, и это нормально за оверфититься под эти карты. Такого нет, что люди играют на каких-то случайно сгенерированных лабиринтах, случайных текстурах и так далее. То есть, да, есть и положительные моменты в плане простоты. Так, могу немного рассказать про state of the art, то есть, что было сделано, что люди пробовали раньше. Очень много ресерча именно в издум было сделано на базе компетишенов. Те же ребята, которые сделали саму платформу, проводили соревнования по этой игре с 2016 по 2018 год, три года подряд, и там были разные всякие условия соревнований. И вот одна из первых таких замечательных работ, которая привлекла внимание, была вот эта работа Intel Act, и статья по ней написана Learning to Act by Predicting the Future. Это как раз статья от Intel Labs, там, где я сейчас нахожусь, и поэтому у нас есть такой интерес, как бы исторически был какой-то интересный ресерч. И здесь был достаточно интересный алгоритм, то есть, это не стандартный какой-то on-policy или off-policy RL. На самом деле, это похоже на Q-learning. Архитектура такая, что на вход сетки подается текущий state и некий вектор measurements, измерения, как их называли. То есть, это здоровье, количество патронов, оружие, броня и количество убийств, кажется так. И сетка должна была предсказывать будущий вектор measurements для каждого возможного экшена, который можно предпринять. То есть, допустим, у вас есть три экшена, и сетка предсказывала весь этот вектор measurements через 20 шагов в будущее, если вы примете действия 1, 2 и 3. И потом они делали какую-то взвешенную линейную комбинацию этих measurements, то есть такой reward shaping. Скажем, мы хотим максимизировать количество убийств, количество здоровья и минимизировать количество смертей, что-то такое. И выбрали действие, у которого argmax максимальный. То есть, это что-то похожее на Q-learning, только с каким-то более продвинутым, или можно сказать, handcrafted low-dimensional state representation. То есть, перед тем, как мы переходим к финальному числу, к Q-value, у нас есть какой-то очень-очень хороший disentangled state representation, состоящий буквально из нескольких величин. Хороший пример, как использовать domain knowledge. И, да, помимо этого, это был как бы state of the art в 2016 году. Как видите, он полностью реактив, нет никакой памяти вообще. И дальше люди делали более сложные подходы. Но в основном, то есть я прочитал там статью, которую организатор про это написал. Там нет ничего экстраординарного. В основном использовали off-the-shelf какие-то подходы, A3C, DQN, там пару команд использовали LSTM. И что можно сказать? Да, большинство ботов были полностью реактив, и не использовался self-play. То есть тренировка происходила только против каких-то заскриптованных оппонентов, как вы видели в видео, которое я показал. Пару команд использовали также behavior cloning и какие-то вручную написанные policy, чтобы упростить задачу. Например, очень много команд использовали handcrafted policy, чтобы переключать оружие. Ну, например, жадную эвристику. Если у нас есть более крутое оружие, всегда используем его. Это не было обучено, потому что это сложно выучить, как оказалось. Да, и вот приведена цитата из той же статьи, которую автор этих соревнований написал, что несмотря на то, что там десятки-десятки команд участвовали, эти боты все еще далеки. Can not successfully compete against humans. Это интересно. Что же я хотел сделать по-другому для своей попытки? По сути, изначально у меня не было какой-то одной идеи, что нужно здесь применить. Подход такой, что мы пробуем сделать бота как можно более сильным, и по ходу дела разбираемся, что для этого нужно. И первая вещь, которую я попробовал, это как-то заскейлить тренировку, применить более эффективные reinforcement learning алгоритмы. И сейчас я использую так называемую APPO, асинхронную версию PPO с алгоритмом VTrace for off-policy correction, как в статье DeepMind Impala. И на одной машине с парой GPU он тренируется больше десяти тысяч FPS. Это не experience collection, а уже тренировка. И, значит, что здесь можно еще применять? Допустим, если в полисе есть какой-то LSTM и какой-то RNN, то можно применять auxiliary losses, чтобы добавлять какой-то knowledge, который, как мы, люди думаем, будет полезен для агента, например, предсказывать позицию оппонента на карте, свою позицию на карте или время, прошедшее с каких-то событий. Хочу попробовать применить exploration в листике. Есть такая статья в эпизоде CuriosityStruirReachability, и по моему опыту это очень здорово работает в 3D средах, как в VisDoom. Такие вещи, как Intrinsic Curiosity модуль, статья по Атаке не работает, потому что в 3D достаточно повернуться на пару градусов, и вся ваша текстура полностью отличается. Поэтому такие surprise-based подходы не работают, а вот эта штука работает хорошо. Очень хочется попробовать что-то поделать с memory, как рассказывал Сергей до меня. Это какая-то до сих пор очень нерешенная задача. И, как выяснилось уже в моих экспериментах, open-source реализация алгоритмов практически не работает с RNN-полиси как надо, особенно когда это реально нужно для решения задачи, а не просто призвано помочь чуть-чуть. Конкретно PPO практически нигде не работал, где я пробовал. С чем это связано? Это интересный вопрос, я продолжаю его исследовать. Возможно, есть несколько гипотез. Возможно, hidden state слишком сильно отклоняются от on-policy при тренировке или что-то другое происходит. И также в этой задаче достаточно много всякого инжиниринга. Как я уже упоминал, достаточно сложные action spaces, когда есть у полиси несколько голов для разных action. Это сильно помогает применять всякий reward shaping, про который я скажу еще немного. И да, вот могу немного показать, что у меня пока получилось. Это сейчас на видео-environмент D3 Battle, который применялся во многих статьях. Это не игра против людей или против ботов. Это просто набивание фрагов на скорость. И по сравнению со всеми статьями, которые я видел, это state-of-the-art результат должен быть, который достигнут, по сути, без каких-либо суперсложных нововведений, просто скейлингом reinforcement learning, чуть больше сэмплов и инжиниринг, связанный, как я сказал, с action spaces. В Doom можно нажимать все кнопки одновременно, и почему-то многие статьи в прошлом этим пренебрегали. Ну, скорее всего, потому что так учить намного проще. Значит, сейчас здесь порядка пяти или шести action heads у policy отдельно для движения, поворота, стрельбы и всего остального, а также frameskip, который применяется все время в этих средах, уменьшен с четырех фреймов до двух. Так, окей, что... И вот видео с какого-то более приближенного к реальности сценария. Это карта реальная, на которой играют люди. И здесь идет тренировка против ботов, вот эти зеленые чуваки. И тоже этот агент не является каким-то экстраординарным. Здесь еще больше тренировки, еще больше reward shaping и всего такого. Но интересно, что вот в этой задаче, игре против ботов, я уже этого агента победить абсолютно не могу. То есть он по итогам игры превышает по фрагам меня там раза в три, хотя я, в принципе, могу двигать мышку и сам тоже. И когда играешь против него, тоже нет никаких шансов опередить его по очкам. Слишком этот бот хорош в уничтожении других ботов. Вот, он играет здесь, тренируется против самых сложных встроенных в игру ботов. То есть в Doom есть стандартные заскриптованные боты, и у них там коэффициент 100 сложностей. Но, как видите, когда показывают scoreboard, он там превышает их в несколько раз по очкам абсолютно без шансов. Да, пока что это было в основном больше инжиниринг и скейлинг, и довольно много reward shaping. Из интересных вещей, которые помогли, понятное дело, это там reward, зафраги, дэмэдж и подобные вещи. Но, как я рассказывал, у бота были проблемы с выбором оружия, потому что анимация смены оружия занимает долго, и бот постоянно просто их менял и ничему не учился вначале. Поэтому помогает reward, который как бы заставляет бота выбрать одно оружие и использовать его, а не менять постоянно. Вот. И после длинной тренировки бот применяет такую вот простую стратегию стоять, по сути, в одном месте, где наибольшее количество ботов спавнится и просто расстреливать их из дробовика. Во время тренировки, как ни странно, были намного более разнообразные стратегии. Это бот любил использовать rocket launcher и всякие пулеметы, и BFG, но оказалось, что дробовик позволяет просто набивать фраги быстрее всего. Вот так. Ну и последние какие-то результаты пытался сделать self-play. Это оказалось достаточно непросто, потому что в Doom мультиплеер организован с помощью сети. Используются UDP-сокеты для связи между отдельными инстансами игры. То есть есть хосты, клиенты, которые к нему подключаются. И эта система сделана в 90-е, поэтому она достаточно неэффективна. Там кучу нужно пакетов переслать, чтобы на один кадр продвинуть игру. Все достаточно серьезно замедляется, и иногда еще там крашится и возникают какие-то проблемы. Но вот теоретически можно тренировать агента против самого себя. До восьми копий полиси играют на одном и том же сценарии. Ну и какие планы? Собственно, хочется натренировать крутых агентов на нескольких популярных картах, на которых играют люди. Попробовать сделать какие-то шоу-матчи. То есть я законтачился в Doom комьюнити с сильными игроками, и они очень готовы по челленджу TI и попробовать побенчмаркать этих агентов относительно людей в разных сценариях. И, как всегда бывает в таких проектах, наверняка что-то интересное найдется, что не позволяет продвинуть, что нужно было, чтобы сделать бота таким крутым. И, да, хочется что-то на эту тему опубликовать. Сейчас, в данный момент, родблок – это использование памяти, и я пробую разные идеи. Из последнего переписал полностью свой код на PyTorch, чтобы поэкспериментировать больше с RNN-ами. Вот. Да?